Говори. Игнать Тихонович, мир вам. С миром. Что-то тебя не видно тоже. Меня не видно. Я вот хорошо опишу. Ну, ты видишь, так-то ладно. А вы там примите меня, как там? Ну, да. Приняли, да? Принял. Слушал вашу беседу сейчас с Виктором Куратовским. Ну? Ну, конечно, поднимаете вопросы глубокие вы там с ним. Ну, конечно. Основополагающие, можно сказать, для нашего спасения. Я на своем примере, как испытал все, что он говорит, про те недостатки, которые в нашей, так сказать, церкви есть, по незнанию рождения свыше и что такое возмездие за грех, смерть, я не знал совершенно этого ничего. Я даже, когда я перешагнул первый раз порог в церковь в 93-м году, попал я в такую среду, где об этом не говорили. На первом месте, конечно, было богослужение, Евангелие не читали. Но меня всегда этот вопрос мучил. И, как бы сказать, я не мог его разрешить. Сначала я увлекся, конечно, богослужением, там, на флиросе, читал там апостола, какую и так далее, в общем. Ну, а потом все равно, увлечение-то немножко прошло, стал задумываться, но никак не мог его разрешить этот вопрос. Что такое грех? Как Господь спасает от греха? Спасает именно, а не прощает. Ну, простить можно всегда. Вот простил, и все. А именно спасает. Этот вопрос я разрешил только у вас, в Потеряевке, когда приехал тогда, в 2011-м году. Ну, и, конечно, вот это вот, все, что там происходило у вас, в Потеряевке тогда, это, то есть, на, послужило, ну, полному, так сказать, преобразованию моему. Я нашел именно то, что долго-долго искал. И никак не мог это разрешить, эти вопросы. Когда я был там у вас, в храме, когда приехали мы с Ниной Ивановной, отец Яким читает проповедь, братья читают там тоже проповеди. Я понимаю, что это ко мне относилось все. И уже когда Виктор Андреевич, когда крещение происходило, он говорит, тебе надо тоже креститься, а у меня уже не было никаких сомнений совершенно, что надо креститься. Хотя я до этого совершенно не понимал, почему я должен креститься. Тут как будто все, как бы, ну, не как бы, а по-настоящему Господь просто открыл это все. Так что, я прошел этот путь непонимания, что такое рождение свыше, об этом вообще не говорилось никогда, нигде я действительно тоже не слышал об этом, что вы говорили. Покаяние, прощение грехов, истоведь. На этом все останавливалось. Так что, глубокие вопросы вы поднимаете там. И я думаю, что кто-то ее послушает, и кто-то, может быть, из ищущих людей возьмет что-нибудь для себя, и через вас Господь откроет им очень духовные. Это твои размышления после прослушивания нашей беседы с Виктором Скуратовским? Нет, это мои размышления еще были давно уже. Я размышлял, это просто мне как бы напомнили они мои, это, так сказать, я, ну, мне все время я вспоминаю, какой я был, какой, это, какое у меня было понимание до Поперяевки, и какое понимание после нее. Отдумываю я это уже давно, а это просто как бы попало мне, так сказать, совпало к моим пониманиям. Я хотел тебя попросить рассказать подробно, когда ты первый раз уже соприкоснулся с тем, что я делаю, хотя я не знал от кого, это там о пленках, расскажи поподробнее, ничего не упуская. Тут не перед народом, а торопиться некуда. Володя записывает, все это будет нужно, говори. Ну, если вы не торопитесь, расскажу. Давай. Я переступил, как я говорил, что порог церковный, это, ну, это был 92-й год, ноябрь, 93-й. В общем, в Новосибирске мы жили. У меня было двое детей, меня послали в институт учиться, в институт связи. Жму, в НЭТе, НЭТе было институт какой-то, от предприятия. В общем, у меня уверование произошло там, в Новосибирске тогда. Ну, потом мы приехали в Тимиртау, ну, я стал ходить в церковь. Как я говорил уже, что я увлекся богослужением, пением. Я очень хотел быть монахом. Монахом я был, у меня было такое желание быть монахом, что просто жена мне мешала, по сути дела. Но теперь я понимаю, конечно, что Господь сделал так, что прежде чем дал мне веру и ввел в церковь, Он мне повесил груз на ноги в виде моей жены и моих детей, чтобы я не ушел в монастырь и не стал монахом. Тем более, что окружающие, люди меня и священники, все говорили, что тебе надо быть монахом. Жена мне, мы жили плохо, в общем-то, когда я в церковь стал ходить, она, ну, все родственники категорически были против, детей отбирали и так далее. Все было. Ну, тем не менее, отец Сергий, вот этот вот, Хомутов, ему кто-то дал катушки, маяк, магнитофон-маяк, номер забыл. 205 или 203? 205, это самое современное, на котором я переписывал. Там это, несколько дорожек. 320 рублей стоят, 4 дорожки. Ну, в общем, я это, он говорит, посмотри, что это за пленки, вот мне дали, говорит, я не знаю, что это за пленки. Я взял эти пленки, поставил, у меня магнитофон был, эльфа, но он уже был более современный, и на такой скорости уже это, он не воспринимал, как надо. Нашел я магнитофон, вот этот Сергей, который, про которого я вам говорил, он принес мне магнитофон-маяк. Ну, и все, я засел там, у нас в церкви там, есть помещения, свободные были. Я сидел там и начал слушать, а их было несколько штук, записи где-то вообще были никакие, очень плохого качества, а кое-где более-менее можно услышать. А где-то я просто с ручкой сидел и переписывал, по одному слову, остановлю, запишу, перепишу, остановлю, перепишу, запишу. В общем, слушаешься так внимательно, и пытаешься понять, что там говорит, его записываешь, вот так вот сидел, записывал. Ну, говорилось там о священстве, о иконопочитании и о тысячелетнем царстве. Вот. Такие вот главные темы были там, разговоры. Для меня, конечно, это было как учеба такая своего рода, потому что я до этого ну не мог, я как человек новый в церкви, я не знал многого, не понимал. Книги, конечно, были, но их еще тогда было мало, но тем не менее, живого слова я не слышал. Как я хотел тогда услышать, понять, встретить такого человека, который бы, ну, как бы пояснил, рассказал бы обо всем об этом. Но никто не находился. Вот эти пленки, пленки, они мне как, ну, дар божий были. Это я даже, потому что, ну, я влюбился в них. Я попутно спрошу, а у них на ребре, у этих катушек, было написано, что там в них? Там ничего не помнишь написано? Нет. Не было, да. Не было вроде там ничего. Ну, это стерли уже. Я обязательно маркировал, что же там есть. И иногда на ракорд называется, это спереди белое, красное, на ракорде, ну, белое, как пленки приклеены. Я писал о чем, хотя бы кратко. Тоже не было. Нет, ничего не было. Все, сняли, затерли, оторвали. Да, там это, они, и говорю, это были вообще, некоторые очень плохо. Ладно, ладно, стал ты слушать. Ну, и все, я просто был, ну, радость была для меня вообще. Я даже это все забыл, я сидел и слушал. Слушал, и как мне хорошо было. Я давал их переписывать на такие маленькие кассеты, ну, от моих доходов, тогда компьютеров еще не было же, на компактные, так сказать, кассеты. Стал раздавать, отцу Сергию отдал, Нине Ивановне там переписал, отдал, что более-менее было записано. Так, ну, это было где-то в 99-м году происходило. Потом, в 2008-м году уже, да, в 2008-м году, я опять это, отец Сергий мне говорит, у меня книги дали, на, говорит, почитай их. Какой-то, говорит, старообрядец там говорит, а, посмотри, что там написано. А я был такой, знаете, в общем-то, я суперправославный был, так можно сказать. Я беру их, думаю, ну, давай, посмотрю-ка, что там написано. А до него, книги уже были подписаны, там, подчеркивание, много было, три книги, первый, второй и четвертый тома попались. Один человек там написал, раб Божий Николай пишет, я, говорит, на 90% согласен с тем, что написано там, на 10% не согласен. И подписал еще, что эти книги можно только священникам читать. Это потом я уже прочитал эти выписки его там. пометки. Ну, я принес домой, открываю книги эти, смотрю и думаю, ничего себе, вот это да. Ну, это, в общем, отнялся дар речи, можно так сказать. Вот. Я, понимаете, я же говорю суперправославный, настолько была привычка тому, чтобы почитанию священства, благозовение перед ним, что они скажут это, казалось, что это говорит какой-то там, ну, как сказать, ну, не Бог, но что-то близкое с этим. И, какое говорить о священстве, я думаю, ничего себе. Потом, думаю, давай-ка я начал разбираться с этим вопросом, все-таки, все-таки, мне, конечно, сразу, как бы, резануло по сердцу-то, о любимых священниках так говорить. Ну, что это такое? Никакого уважения, почтения нету. Ну, не годно, даже, не годится так, вроде бы. Но, все же, думаю, дай-ка я посмотрю, что же все-таки там он пишет-то. А связи у меня между кассетами, еще тогда, я не связал это все. Тот человек на кассетах, на катушках один был, а это другой, как бы, для меня. Разные люди. Ну, я стал читать, я не торопился читал, спокойно, постепенно, старался вникнуть во все. И, понимаете, что получается? Я, чем дальше читаю, тем больше соглашаюсь с вами. Ну, это же действительно так. Тут я вижу, что никакой лжи нет. Я уже достаточно долго был в православии и много посмотрел. И на священников, и вообще на взаимоотношения, так сказать, православных, в Библии и ко всему прочему. Но, тем не менее, я успел еще до приезда в Тимиртаута понять для себя, что Библия – это и того, по которому нужно жить и по которому нужно сверяться. Для меня, как бы, это было сразу понятно, но потом меня постарались, не специально, конечно, а в силу того, что традиции отвести от этого понимания. Но, тем не менее, это понимание, что Библия, Евангелие – это эталон, для меня, во мне сидело очень крепко. И поэтому мне как-то было легко с этим. и плюс к тому же я отказался от священства, мне там предлагали на то, что быть священником. Я не видел в себе, я не понимал, конечно, что, почему я, это, я хотел, конечно, быть священником, но я видел в себе, что во мне было страстное желание быть священником. Вот это страстное желание мне мешало. Оно меня, как бы, останавливало, потому что страстность это, вот это вот желание, это, оно, это от лукавого, собственно говоря. И плюс монашество, я не стал, не поехал в монастырь, отказался от монастыря, не стал монахом. И то, что Вы писали о монашестве, мне, как бы, это не было тем, чтобы я вот так вот оттолкнулся от этого, не было мне это противно. Я ездил по монастырям, посмотрел там уже кое-что там, это, как живут, вот. И, собственно говоря, я это принял, все. О монашестве я сразу принял. Даже нисколько не сомневаться, что Вы неправы там, или еще, я сразу это понял, и сразу, как бы, мне стало, ваши мысли стали мне родными. Об Иисусовой молитве я уже до этого размышлял, и пришел тоже к выводу, что, ну, не надо повторять ее по сто раз там, и по тысячу раз там, это в минуту или сколько. И когда я вас прочитал это, что об Иисусовой молитве вы говорите, ну, для меня был этот вопрос, как бы, уже, я для себя открыл, но подумал, что Игнатий Тихонович, я только еще подумал, а Игнатий Тихонович уже всем рассказал об этом. Ну, и вот эти книги меня подтолкнули к тому, что я понял, что нельзя лгать. Ложь, она убивает полностью человека. Ложь. А у нас в православии как бы принято так, чтобы оправдывать эту ложь-то. Вот возьмите, армия благословляется, так сказать, это, на убийство. Вот так. Я тогда тоже старался изо всех сил оправдать вот это вот все действия священников там, и церкви. А потом смотрю, и с людьми-то разговариваю, они мне не, это, для них, как бы, я чужой человек, они не понимают меня. Я чувствую, что это не то. Я, наконец, понял, что это я-то лгу. Думаю, надо это прекращать. Я перестал. Я как обрезал себе, сказал, нет, больше я ложь не оправдываю. Ни при каких обстоятельствах. И мне стало так, легко на душе. Я просто понял это, что а это как-то не говорится, это было принято у нас, что надо вот оправдать вот эти поступки. эти поступки. Это как бы уже заложен, настолько там глубоко сидит, что просто мы не понимаем даже православное, что мы уже на крючке у сатаны находимся, через это все. ложь решили отвергнуть. Потом понял, второй шаг у меня был то, что проповедовать. я смотрел на людей, свидетели свидетели и ходили, ходили. Я, как и все православные, от них отбрыкивался, отмахивался всякими руками, ногами и считал чуть ли не до человеков. и так далее. какое наше православие, какое я сам. Где любовь-то? Нету любви-то. Я не знал, Библию, конечно, я упустил за эти годы полностью. Я вот на Сибирске сколько жил там, несколько месяцев, я читал. А потом все это ушло у меня. А тут я начал опять читать Священное Писание как надо. А не просто формально прочитать начало одно, начало другое и все на этом закончилось. От случая к случаю. Вам не надоело, Игнать Тихонович? Нет. Я хорошо слышу. Слушайте меня. Я жду, когда ты пленки соединишь с книгами. А, долго иду. Простите. Ну, в общем, проповедь. Я встретился с одним свидетелем Говы, стал с ним разговаривать. И я с ним разговаривал не как с сектантом, а как с человеком заблудившимся. Я его жалел, я его любил, и мне это хотелось, не то, что хотелось, это. Я его не презирал, вот что, самое главное. Я его не презирал, у меня не было уже никакого высокомерия перед ним, что я в истинной вере нахожусь, а не какой-то другой. Ну, это второй шаг. И, наконец, третий шаг был такой, что я решил вам позвонить. Я убедился, что книги действительно говорят правду. Лжи никакой нету. И это для меня было самым главным. А все остальное, мнение каких-то людей, там даже пускай священников меня уже мало интересовало и волновало. Я звоню вам и слышу голос тот, который на пленке. Но это была для меня неожиданность, конечно. Я уже думал, что у вас и в живых нету. То есть, это, того человека, который на пленках разговаривает, мне казалось, что он когда-то в древности разговаривал это и что, наверное, его и живых нету. А тут я же слышу живой голос, живое слово и вас слышу. Ну, вы знаете, я попросился, вы мне сказали, что, зачем ты приедешь ко мне? Мне, конечно, это вы тоже ошарашили, потому что у нас, у православных принято так, паломничество так называемое. И кто бы там не приехал, все вроде как рады. О, паломники ну, а тут нет сильной вот я сижу на книгах, вы говорите, вот и ты сиди, садись на книги. Ну и что? Пришлось мне покупать этот вот ноутбук. А, вы сказали, что у вас сайт есть, на сайте все книги есть, вот, зайди сюда на сайт и там все возьмешь, что тебе надо. Ну, я купил ноутбук, а, я до этого на работе, с работы уволился. Я на железной дороге работал, бригадиром, 10 лет отработал. Вот. И эта работа мне по деньгам она устраивала меня, а вот в том плане, что приходилось на этой работе участвовать, врать и если, и воровать. Воровство было. шпалы, там, рельсы. Ну, это не называлось воровством, это по-другому называлось. Но, тем не менее, это меня настолько уже стало угнетать, что я не выдержал, я подал заявление на расчет и уволился с работы. и уволился на эту работу. Там по двое суток работаешь, по трое, и находишься один сам в себе, как сторож. И у меня в этом свободное время было. И вот я год читал ваши книги, изучал как мног. И все время приходил к одному выводу, что я не могу ничего сказать против. Все именно так, как есть. Ну, а потом уже решился к вам ехать Инна Ивановна. Отец Сергий благословил нас. Ну, чтобы можно было понимать, как разрешение, или просто как, так сказать, по-другому. Но тут он и так, и так получается, благословил. О крещении я еще тогда не задумывался, вернее, я задумывался, но я не понимал. У меня этот вопрос не был решенный. Я думаю, ладно, потом. И вот он решился, там уже потеряете сразу. Ну, и вы разрешили, мы поехали к вам. Но то, что там до того, как я читал книги ваши, первые три, и слушал эти диски, катушки, конечно, у меня появилось где-то там вот, я чувствую, что это что-то общее между ними. Вот, есть общее все, но я еще не осознавал, не понимал. Потом уже, когда я услышал ваш голос, тогда у меня как бы все сложилось вместе, и вот эти, как говорится, пазлы вошли друг друга, и картинка полностью нарисовалась. Ну, так вот. Примерно. Так. А вот сам ты когда-то думал так вот, как ты обратился, хотелось бы тебе встретить человека, который, ну, почти во всем точно так же бы пришел к Господу, похожий, вот такой путь, и когда-то бы, ну, вот я, допустим, разговариваю с батюшкой, с нашим отцом Моакимом, он, ну, кто так вот понимает-то, как ты, я сказал, чтобы только этим и заниматься, у тебя ничего больше нет, одна Библия, да Бог, только этим живешь. А кто так, как ты, понимает, пришел бы где-то? Ну, он сказал, а у меня принято, как на практике, слышанное притворить в действие. Я стал об этом молиться, и вот этот Скоротовский, это моя копия. Ну, он был сектантом, баптистом, а я не был. Но как он обратился, как пришел, он там без... во всем остальном-то не такой он. А именно вот пришел он, обращенный там, получивший рождение свыше, и теперь он на все смотрит через Слово Божие, находясь в православии, а дальше все пункты он понимает правильно. Конечно, это не копия, просто батюшка говорит, что, ну, те, которые есть, вот так понимают, так это от тебя они научились-то. Я тогда стал говорить, Господи, покажи такого, который со мной не встречался, не знает, и перед тобой этот человек, этот путь-то тоже мог пройти, но вот Господь мне так и показал. Мы не просто разговариваем с ним, а это духовная близость. Мы одинаково реагируем на события, одинаково смотрим на Писание, на положение в церкви, как употребить самое лучшее. Ты сегодня слышал, о чем я ему говорил? Да, слышал. Ну вот. У меня, конечно, необычный подход никогда не стремится к одержанию победы сопротивников. И, кроме того, даже он противный, даже совершенно, кажется, негодный человек, я стараюсь увидеть у него нечто превосходящее, то, что я имею, чтобы я мог перенять. Я смотрю на него, как на дар Божий. Вот я, допустим, раздаю книги, езжу по странам, по-разному, и отдаю. Но это мой труд. 50 лет труда я накапливал знания. И 9 лет не вылазил от компьютера, даже будучи начальником лагеря, я ни разу не искупался несколько лет. На костер даже не ходил. У меня абсолютно каждая минута была ужата, утрамбована, я заботился успеть, 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 сказать, сделать, успеть, написать. Иначе неизвестно, когда это выйдет. Я знаю, что у меня есть материалы, которых не было 2000 лет. И, может быть, никогда не будет. Это мне поручено. Вот, жития святых. Их никто никогда не разбирал так, как разбираю я. Это открытым оком 7-й, 8-й том. 400 вопросов, которые я вложил 1173 биографии. И не просто биографии, а как молились святые. Я должен из его биографии, из жития, именно, ну, житие, допустим, 30 страниц. А молитва занимает полстраницы. Я должен знать, в каком месте она. Ее взять, в кавычки, выделить в кавычки. Это означает, я только копирую. Ну, я вот нашел, у Виктора это не так, но результат у него тот же. Он видит промахи наших миссионеров. Легко он понял и Осипова. Это Осипова. Ну, и другие такие моменты. Ну, в разговоре мы сегодня коснулись этого. У него что-то не так, он слушается вниманием. Он об этом и говорит, ему это интересно. Я рассказал там из своей биографии. Он коснулся старообрядцев. У него-то знания какие тут могут. А у меня это жизнь. Жизнь не одного года. До 23 лет я в этом беспоповстве был. Я знаю это. То есть, о чем я говорю. Я думаю, что Куратовский, Виктор, это ответ на мои молитвы. Почему он появился в моей жизни. Понятно. Так я к тому говорю, ты-то об этом думаешь, чтобы тебе Бог показал такого, как ты. У меня был такой момент в жизни, до знакомства с вами, что я был в таком состоянии, что я молился, ну, можно сказать, очень хотел, чтобы нашелся такой человек, который бы это, думал, как я. Чтобы не только я один был. Мне одно время показалось, что я один совершенно. Я смотрю, люди-то как будто у меня окружающие, православные, совсем по-другому думают. И я, Господи, думаю, ну, есть ли кто-нибудь еще один, хоть один человек на свете? Ну, покажи мне его. Я молился, Игнатий Александрович. И Господь сделал так, что познакомил с вами. Хорошо. Теперь вопрос. Вот мы с вами ездили в миссионерскую поездку, вы были с нами в одном путешествии? Да. Ну, и какие последствия это для вас были? Для меня какие последствия? Ну, какие были размышления, воспоминания, кому рассказывал, может быть, переосмыслил кое-что. Что ты поимел от этого? У меня вся жизнь после потерявки это одно сплошное переосмысление. У меня переосмысление всего. И Священное Писание по-другому повернулось уже не формальной стороной какой-то там, сухой, а стало живым. Переосмысление в отношениях с людьми совсем другое стало. Я не стал замкнутым сам себе, а наоборот, больно, когда люди не знают Бога. И до того больно иногда было, что хочется прямо, ты думаешь, какая все-таки это боль, наверное, сильнее, чем физическая бывает. То есть, как бы все не открывается, открывается. И до сих пор это все идет. Я, ну, это можно сказать, что по-мирски, я счастлив. И после поездки, конечно, я абсолютно считаю, что то, что вы делаете, это как то, что делает Господь вас послал для того, чтобы, как бы последний зов для русского народа, последний зов, что вот 20 лет свободы было, было время выбрать куда идти, направо или налево. Но русский народ пошел не в ту сторону. И вы, как последнее звено, человек, который сами выпросили это, и по сути дела это вы выпросили, и вы поехали, и Господь вам дал такую возможность, чтобы вы попробовали еще раз сказать русскому народу, чтобы они повернулись к Богу, ко Христу. У меня вот такое понимание всего то, что вы делаете. и... говорите, Агендаш. А после возвращения тамошние священники, люди, они узнали, где вы были и с кем вы стали ближе знакомы-то? И куда ездили? Конечно. Я специально взял по вашей родине, где живете, по Кимерской области. Ну, реакция вы сами знаете какая. И реакция это... Тут... Что говорить об этом? Знают, конечно, и... но всячески хотят то, что вы делаете, и... как я там участник был, ну, дали немножко, чуть-чуть, чуть-чуть. Это они хотят это все принизить, сделать ничтожным, как бы, в глазах людей все дело, которое вы делаете. Это главная их цель сейчас. Ну, они это, видишь, с ними как разговаривать? У них ни знания, ни веры, нет, ни... Ничего этого нет. Мы вот в этом летом встречались, и ходили Василий Грушицкий, это благочинный Осинниковского района, и там еще один миссионер, отец Максим. Мы встречались с ними, мы хотели книги ваши вызволить из плена, попытаться. что получится у нас. Ну, имели беседу, с Василием два, три раза мы беседовали, а тут один раз все вместе. И что они говорят, священники? Они говорят, что если бы нам архиерей приказал, то мы бы, конечно, эти книги взяли в свои библиотеки. Но раз архиерей нам запретил, мы эти книги не можем взять в свои библиотеки. То есть такое впечатление, что им без разницы, они правду не ищут, им правда не нужна, им совершенно спокойно и хорошо и комфортно жить в тех условиях, в которых они сейчас живут. Этого им достаточно, и на больше они не хотят ничего делать. И говорят, что, ну что это за явление там, Игнатий Тихонович, Лапкин, там, и вы там, и вы там совершенно ничтожны, вы в общей массе и вас не видать совершенно. А наш священник, отец Михаил, здесь, в темире, он просто сказал, мне это не надо, мне достаточно богослужения, и все. Он сразу же это, он по-человечески, он хороший человек, в том плане, что он это, ну добрый, не такой, не мстительный, не злой, а что-то делать в направлении просвещения людей, в общем-то, он особенно не стремится к этому. Равнодушие, нежелание искать правды найти. Я вот был в Кемерово, когда говорил, ну давайте с вами разбираться, не просто так вот это, вы там обвинили, вы могли же ошибиться, давайте почитаем, посмотрим, разберемся. Если здесь действительно так, правда, то вы откажетесь от своих слов и так сказать и откажетесь, что вы ошиблись. Ну в общем, никто не хочет этим заниматься и равнодушие, именно равнодушие, привычка вот к этой лжи, православной я так называю, говорю, оправдывать любые поступки, какие бы ни были, оно уже вошло так, что ложь стала как бы второй натурой и этого даже не замечают люди, хотя проповедовать сам вон о том, чтобы быть ну честными, справедливыми, любить ближнего и так далее, и так далее, но на деле это все получается по-другому, все не так. я дальше это засчитывал, тебе хочу прочитать, это я сегодня в интернете утром зашел, и там с Невзоровым сражаются, а потом комментарии идут, какой-то Влад Хаут пишет, попы настойчиво и тупо прививают к себе только ненависть и презрение, и чем больше они усердствуют, тем сильнее растет неприязнь, и в самом деле как еще относиться к профессиональным поберушкам, демагогам и извращенцам? Ни интеллекта, ни совести, ни культуры, только пафосная нахрапистость и непомерная наглость. Скоро начнут на заборах писать слава РПЦ, и когда только сгинет эта нечисть, гнуснее шайки нет на свете. Вот вы говорите правильно, Игнат Тихонович, что вы говорите, что мы оттолкнули сексантов, баптистов от веры. Вот я книгу купил у Кемеров «Дневник миссионера». Там Даниил Цесуев за две недели до смерти своей написал. Можно прочитать? Давай. 6 ноября 2009 года, 12 часов 41 минута. Сегодня на библейской школе мы разбирали книгу пророка Исаии, и там бросились в глаза слова. Стражи их слепы, все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости, это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою скорость. приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. Исаия 56, глава 10-12. И вот он дальше пишет, а ведь похоже, не о нас ли это священников? Почему мы не слышим проповеди от имени Бога? Почему мы не проповедуем прямо Слово Божия? За две недели до смерти. Книга дневник Ниссионера. Ему как бы Господь уже перед смертью открыл глаза вроде на какой-то короткий промежуток времени. Вдруг он увидел Игнать Тихонович, еще вот такой момент вы беседовали со священниками за трапезами и когда у вас уже вы заканчивали вы начали говорить что вы о рождении свыше говорили о возмездии за грех смесь что это особенно с мусульманами это надо как раз я думаю говорить я думаю что и с православными это тоже надо говорить да вот но речь зашла о храмах о храме на 44 минуте 37 секунде вот отец Сергий он стал говорить что вот храм объединяет и храм это вот вы начал доказать доказывать что вы построили вперед приехали стали строить храм а вы сказали не храм а молитва вот а тут я в уставе вот который принят в 2013 году я раньше как-то не занимался уставом особенно сильно а тут просто решил посмотреть и читаю устав и тут написано что приходом является община православных христиан состоящая из клира и мирян объединенных при храме понимаете он же сказал именно то что по уставу по сути дела а вы говорите по евангелию и вы как бы говорили на разных языках получаем он вас не понимал а вы то его понимали конечно вот то есть устав вот этот вот он как бы подтверждает вот это вот заблуждение его узаканивает и делает легитимным да видишь он как я его понимаю я понимаю у меня авторитет священного писания и у меня внутреннее настроение слышать голос Божий он ничего этого не знает не то что мы в разных весовых категориях а мы совершенно разные он научен ему преподавали он заучил на практике видят там я говорю давайте так проиграйте такой вариант вот сегодня вас забрасывают в какую-то глубинку ну где-то там за Мурманском ну хорошее большое село тысяч десять тебя туда кинули документы есть прописаться все ни копейки у тебя нету ведь ты пугалом будешь стоять там тебе одежу надо не какую-то а дорогую священническую тебе первым делом храм ты там пугалом простоишь лет пять если только с голоду не помрешь а если сектант придет он уже к обеду начнет заворачивать людей к себе начнут беседовать соберутся на дом того как у Лидии апостол Павел был как она пригласила они у нее вот и все апостол в тюрьме он не заботится о храме почему а храмом будет дом стражника главного тюремщика не был не был у него все уже готово здесь нет храма храма почему пророки громили вы говорите храм в господине не наш храм в господине трижды повторяют и не думают о том что камня на камне не останется храм никого не может объединить без Христа люди приходят и в рассыпную уходят разбегаются объединяет нас занятие когда мы сидим вместе у ног Христа вот это объединяет при том объединяет так что мы сразу раскрываемся друг другу как ты понимаешь в третьем доме открытым оком у меня есть там пособие по изучению Евангелия от Марка это пособие для тех кто желал бы чтобы была образована община ну бери трехтомник представьте открывайте все я вот предложил батюшке нынче у нас как всегда после 19 января в крещении в первое воскресенье день общины образования в это время она была зарегистрирована ну и я сказал пригласить надо патриархийных потеряв куда уже ездили оба епископа а здесь никто из них не был и пригласить тем более туда ехать далеко а здесь рядом центры города живем от епархии не так и далеко батюшка не очень к этому расположен ну и я согласен батюшка мудрый прозрительный я говорю ну когда-то надо этим заниматься когда в какое время сейчас определяем в какое конкретно время как раз крещение если 19 попадает воскресенье в этот день но раз мы думаем пригласить решили отступить на неделю тогда не воскресенье Кирилл много времени сейчас уделяет может быть даже больше чем другим вопросом об образовании общины да у меня он говорит патриарх не знает вот я пишу знает он не знает ну надо община где-то видимо она смотрится разная там в других местах а ты посмотри как образовывается я вчера выставил тематика пения прославления Христа на колгофу на форуме там какая-то на первой странице строчка найди я выставил там подряд любимые песни и как они их поют и караоке называется знаешь это знаю вот они одна музыка и слова плывут и как подпевать этому надо ну православные то ничего этого не могут сделать если обратился какой-то артист значит он только стоит и будет там теперь счастнейший херувим или сбранный воеводник ты посмотри что поет Юрий Богачев это заслуженный артист СССР пьяница спившийся и как его обращает Господь среди баптистов Клименко Виктор посмотри да я показываю какие песнопения там заем на Голгоф мой брат да это одно стихотворение половина нашего молитвенника туда вложить можно и вот не видят не знают там работает молодежь пишут музыку все задействованы вот сегодня я выставил тему там она называется кажется добро или зло ну прям на первое и там один самоан в Египте а но этот ролик у меня есть есть так там не один пять и у меня об этом отце самоане мусорный город да да и вот сколько они когда поют у них вместимость 20 тысяч человек Игнать Тихонович я вас перебил я выставил в одноклассниках этот ролик но там столько отзывов самые такие восторженные у людей кто-то до слез даже умиляются я сам могу сказать что мне это пение очень искренность которые они это копты у них настоящая священца от апостольской формы это не секта но у них палец один это монофизицы да да и спорили о монофизице достойно говорить потеряли общение сколько хорошего могли взять от них ничего этого нет но это уже исторические ошибки далеко ушедшие но сегодня-то присмотритесь рядом находятся я же отмечаю будь я патриархом открыл бы тысячи училищ в один день а кто да тысячи проповедников ваптистских я их очень хорошо знаю они с удовольствием согласились бы не за деньги не за деньги вот как а можно было назначить им определенную зарплату ну не трогать православную догматику чтобы они подписали где-то они умные люди-то и они бы научили любить Библию любить Христа в прошлом году я от вас приехал когда а вот как раз это после миссионерской поездки вот вопрос-то сейчас отвечу я упустил маленько что вы говорите как-то влияла миссионерская поездка на меня вот я сразу пошел к священнику нашему говорю давайте мы это с баптистами организуем совместные беседы а до этого я уже к баптистам сходил с ними поговорил побывал у них на беседах там мы побеседовали все они согласились а какую тему ну какую тему баптисты конечно первую очередь это рождение свыше у них она разработана эта тема хорошо они ее понимают а православные это совершенно не понимают я сам на себе знаю а он говорит ну а я что буду говорить ну давайте вы будете о посте говорить пост шел а вы будете говорить о мощах скажи о мощах труп с собой принесите и покажите какая кость какой прилагается обзвонил людей пригласил очень многих туда на эту беседу уже они все неделя осталась и в последний момент у нас все сорвалось священник отказался потом я ему предложил говорю давайте мы сделаем вот сейчас принято что миссионерские приходы так сказать людей будем это сами будем учиться и людей это так сказать способствовать тому чтобы они понимали православие как оно есть он говорит мне это не надо я даже не говори мне ничего на эту тему я не хочу и слышать вот и все заглохло все сразу и вот это вот что у меня было после поездки я сразу пошел с ним я ему дал книгу 20 том помню там о крещении и о собрании как вы принимаете так сказать собрание собираете и крещение крещение готовите людей вопросы задаете вот я думаю пускай он почитает я говорю отец Михаил возьми книгу почитай ты еще молодой у тебя еще зачем тебе лишние грехи ты на душ убрать что ты вот крестишь там неправильно почитай но он конечно не читал ее желания не было ну вот такая вот была попытка совместных действий но она закончилась у нас неудачно все это а с баптистами я подружился они и могу сказать так что мне до того жалко их было когда я выходил от них уже один раз последний раз прям думаю они же вне церкви и до того вот это вот просто ну невыносимо жалко было их и не знаю как у нас дальше сложится взаимоотношение но у меня доброе отношение с ними мы говорим легко у нас получается разговор по священному писанию говорить православным мы так не можем говорить я не могу меня сразу же обвиняют в том что я сектант когда я с одной женщиной стал говорить что Библия это Слово Божие она сказала она меня я повернулся пошел от нее она меня вслед поворачивается она меня крестит я ее потом встречаю говорю ты что зачем мне крестила ты что говоришь так такое я говорю ну патриарх говорит что Библия это Слово Божие хочешь я тебе найду видео вот так вот ладно вопросов нет прощаемся вопросов да ну вопросы у меня еще не совсем подготовленные ну давай вот в это время во вторник твои часы назначены будут каждый вторник можешь выходить потому что у меня распределенная с кем когда по скайпу говорить а сегодня четверг ну давай ты бери тогда во вторник ну ладно если у меня совпадет дежурство то я вам скажу тогда ну ты как-то просто в mail room там брякнем маленько так ну прощаемся все с Богом вспомним молимся отключайся с Богом хорошее он Михаил очень его видно он искренне какой не лукавый вот такого человека православие надо уцепиться за него он все это знает понимает ничего этого не надо им это век не надо а наоборот он притесняем теперь это сектант баптист у меня стихотворение такое есть и накаляет атмосферу истошным визгом сектант баптист он не сектант и не баптист православный но так как он живой а среди мерквецов среди этих православных там мощей он чужим выглядит я вас спрашиваю где ты кого нашел он кого на меня показывает ну чтобы одинаково это быть ну это потому что он от меня это все услышал тоже удивительно тогда же мои эти катушки они раскатились по всей стране я же насчитал Библию около 50 книг это 12 томов Иоанна Златоуста 12 книг Жития Святых 5 томов Добротолюбия Григория Дьяченко 4 книги Иоанна Кронштадтского Игнатия Брянщанинова там всех ну и много своих было бесед бесед много у меня было но они мало опубликованы были с очень известными людьми с Александром Менем вот с отцом Глебом Якуниным около 16 часов наверное беседы но это не за один раз отец Дмитрий Дудко вот у меня как-то все так получалось когда серия вышла современная религия так кажется ну Госполит издат издавал 14 брошюрок ну примерно по 250 страниц они небольшого размера были но хорошие баптизм пятидесятищество адвентизм православие но баптизм написал Митрохин Лев я поехал в Москву его нашел я допустил небольшую оплошность магнитофон был романтик 304 довольно объемный вот такой вот он у меня в сумке стоит я его уже включил он на батарейках ну плохо там слышно-то будет я решил чтобы микрофон поднести к нему и сказал Лев Николаевич кажется вы не против были он пришел с одним профессором и мы где-то перед недалеко от памятника Маяковского там были как сейчас я помню вот и он сразу замкнулся и видимо подумал не записывали а как раз записывал и беседы не получилось ну люди разные вот так Розов тогда был Сергей как его звать драматург старейший я в литературный институт пришел когда ну к нему встретиться решил узнать там какой вопрос задавать я говорю а вы могли бы так открыто чтобы записать он как стоял у меня вот такой а отдельный класс там большая аудитория он туда зашел никого нигде нет он вот так вот микрофон у меня в руки и давай говорит до того до того мне понравилось он говорит я вот сколько он говорит полгода или год был в Японии преподавал кажется в Америке в Китае он драматург очень умный человек такие вопросы при том вопросы которые он мог бы другой бы даже слушать не стал я его там о масонах и что другое он все это объясняет правильно и мы сразу мгновенно с ним сошлись когда сейчас недавно умер Песков Василий Михайлович он там по природе все писал я как-то ему этот вопрос задал только здесь так он как на меня сразу если еще раз только об этом напишите я все в КГБ сдам ну и наша связь перервалась я думаю главное это мы что желаем на молитве приносим и Бог так устрояет устрояет эти встречи нужные книги вот ну все наверное сегодня слава Господу прекрасно просто получилось сейчас я посмотрю что у меня на форуме на форуме обновления дам что у меня сделается на канале на канале новый не поставили вот у меня тут последняя была опа точно пошло у Одессы в Одессе у Тамары были вот она сильные ролики сейчас пойдут это администрация там у меня ставит ну и mail.ru mail.ru тут вот какие-то идут подробнее Любовь Клименко вот я тут выставил сегодня кое-что вот три фотографии и Скуратовский Виктор США разговор по скайпу вот один на меня вышел Николай Еремеев вот а впереди еще четыре комментария такие были Ольга Смирнова 21 октября сегодня день реформации в этот день в 1517 году Мартин Лютер в городе Виттенберг Германия прибил свои 95 тезисов к дверям приходской церкви вот некоторые из них первое это соло скрипч это только писание веруем учим и исповедуем что единственным абсолютным правилом и стандартом согласно которому должны оцениваться все догматы и все учителя является только пророческие и апостольские писания Ветхого Нового Завета кавычки закрыты никакие традиции или священное предание не может быть религиозным ну тут непонятно кто это сказал как оно оно религиозное есть а я дальше говорю Скоротовский Виктор бывший баптист перешедший 18 лет назад в православие почему перешел потому что у всех протестанцев не обретается истинности их в кавычках священства тире непрерывности рукоположения от Христа апостолов и далее первое ездры 262 они искали своей записи родословной священники и не нашлось ее и потому исключены из священства и вдруг Николай Еремеев субботник выскакивает это как пес вернулся на свою блевотину так получается я ему отвечаю Иуда 1.10 А сии злословия то чего не знают что же по природе как бессловесное животное знают тем расслевают себя Ефесянам 4.29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе да назидание в вере дабы оно доставляло благодать слушающим Матфея 12.36 говорю же вам что за всякое праздное слово какое скажут люди дадут они ответ в день суда ну 3 часа уже прошло и его нету нету вот я посмотрел он меня еще из друзей даже не выбросил ну видно что человек не расположен но у меня такой подход ну и что что не расположен с чего ему располагать это он не православный из его позиции он рассуждает именно так ну вот я ему ни одного слова не добавил и видимо из-за любви к слову Божьей он просто промолчал я их знаю они хорошо писание знают вот такие брат дела наши сейчас начну выставлять вот это последнее добавление я вот это из Ютуба а с Ютуба переносить на форум исключительно легко вот что сделать нужно а вот поделиться нажал а тут выходит хтмл код я его нажал этот код сюда ну и что ну а дальше тут в нужную только графу загоняй а нужная графа где это беседы сейчас я общий поиск беседы сейчас посмотрю найти надо если что-то подобное есть значит я уже войду о якобы геннадий григорий убитый по приказу кришны а он был ее мужем само открылось на него я даже не знал какую тему ставить он был мужем то фиктивным они не жили он видимо она согласилась знала это для рукоположения неужели ему так это мешало тут одна вышла матушка и говорит я была знакома с отцом геннадием твердый был камень веры ну вот видишь как хорошее мнение а он в моем доме обратился стал верующим и вот теперь я отсюда все перетаскиваю вот это название у Тамары у умного умного фамилия была но она стала Яковлева потом все пока 18